Всем привет! Мы смотрите Новое утро на телеканале Оригус. Меня зовут Валерия Роднаева. Сегодня в программе обсудим серьезную тему – созависимость при наркомании. Что это такое, как этого избежать и как с этим справиться. В таких вопросах мне поможет разобраться наш специалист Надежда, клинический психолог-наркологического диспансера. Все верно? Да. Здравствуйте. Мне хотелось бы начать разговор о созависимости с семьи. Вот 15 мая – Международный день семьи. И созависимость – это как раз-таки семейная проблема. Семья как единое целое, как один организм. И если происходит изменение в одной ее части, то меняются и все остальные ее части. Если в семье есть зависимый человек, неважно, зависимый от алкоголя или от наркотиков, то, конечно, изменения происходят у всех членов его семьи. Вот, в принципе. Ну, вообще, к созависимости вернемся чуть позже. Сейчас хотели бы обсудить общие такие черты. Вообще, вот как давно работают эти с зависимыми людьми? В наркологическом диспансере я работаю уже более семи лет в отделении реабилитации. Угу. Вот по вашему опыту, из-за чего люди чаще всего становятся зависимы от наркотиков, от алкоголя, от всего такого ужасного? Угу. Ну, нет такого однозначного ответа, ну, обычно у меня. Но есть, ну, в моем понимании, что зависимым человек становится, ну, вот что такое полноценная личность? Полноценная личность значит наполненная. И у личности, когда есть какие-то личностные проблемы, они могут быть изначально, да, из родительской семьи что-то было не так. Или в течение жизни что-то с человеком произошло, и по какой-то причине в его полноценной личности образовалась дыра, пустота. Угу. И вот по какой-то причине внутренних ресурсов, чтобы наполнить эту пустоту, у него не хватает. И тогда он начинает наполняться психоактивными веществами, алкоголем и наркотиком. И потихоньку становится зависимым человеком, зависимым от этих веществ. В принципе, созависимость, формирование созависимости, оно очень похоже. Потому что у созависимого человека тоже внутри есть определенная пустота, которая также может быть причиной пустоты какие-то переживания еще из детской, из родительской семьи, связанной с родителями. Или образовавшаяся уже в течение жизни. Но он тоже ее не наполняет внутренними своими ресурсами, а наполняет другим человеком. Мне кажется, пустота периодически бывает у каждого человека. Просто кто-то, видимо, умеет ее заполнять правильно, да? Заполнять правильно, заполнять ресурсами, заполнять собой в конце концов, да? Увлекая себя своим личностным ростом, переживая в конце концов боль свою, которая у него есть. А зависимый человек, он берет извне психоактивными веществами, наркотиками, алкоголем, играми, игромами. Возможно ли самостоятельно излечиться от зависимости? Ну, если бы это было возможно, то, наверное, бы люди излечились бы сами. То есть не бывает таких людей, которые вот специально решили и справились без помощи специалистов и врачей? Может быть, они есть, но это огромное, ну, это очень незначительное количество людей по сравнению с общей массой зависимых. Потому что, чтобы излечиться, это нужно огромные внутренние ресурсы. А как раз-таки зависимость предполагает то, что внутренних ресурсов у пациентов не хватает своих собственных. А чаще вообще зависимые сами приходят к вам или приходят их близкие, родные люди? Конечно, начинают первыми обращаться не сами зависимые, а их родственники. Но при этом, когда дело касается лечения, вот у нас отделение реабилитации. И реабилитация считается наиболее эффективным способом, наиболее эффективной формой лечения зависимости. Но она длительная, от трёх месяцев постоянного нахождения в отделении. И когда об этом узнают родственники, они говорят, ну, как так? Как он будет? Это же долго, он не сможет столько. А кто работать будет в этот момент? При этом забывая, что остальную часть времени человек не работал. Или работал так, не принося ощутимых доходов в семью. Вот вы говорите, чаще приходят родственники, да, обращаются. А вообще можно ли помочь человеку, который, ну, этого не хочет, не признаёт проблему, вообще не видит её? Ну вот, зависимость болезни. Вот представьте, вы болеете гриппом. Даже грипп – это не очень удачное сравнение, потому что он всё равно через 5 дней пройдёт. Ну, к примеру, у вас язва желудка. У вас болит желудок, вы не можете кушать. Ну, вот если вы сами не захотите лечиться, если вы не будете пить таблетки так, как вам говорят, скорее всего, язва желудка перерастёт в осложнение. Поэтому и здесь также. Если человек не хочет сам, его трудно заставить. Да, он может лечь к нам в отделении. И чаще всего человек приходит не со своей мотивацией, не с внутренней мотивацией на лечение, а с внешней. Когда его принуждают к тому, чтобы он лёг. Это могут быть там ситуации жизненные. Ну, к примеру, у наркоманов это очень часто предписано судом пройти лечение. Это не его желание. И суд назначил, поэтому он у нас. Но даже когда человек приходит с внешней мотивацией в процессе работы, эта внешняя мотивация переходит во внутреннюю. Когда человек понимает, ну, вообще-то, это моя жизнь, и я могу её сделать лучше. И я могу с этим справиться. Сколько времени обычно проходит, чтобы человек это понял? У каждого по-разному, потому что, опять-таки, стадии зависимости, они различные. Различные, да, вот от первой стадии до третьей. И в каждую стадию, да, вот если на первой стадии человек ещё, критика у него более сохраннее, чем на второй стадии, и с ним легче проработать эти проблемы, то на второй стадии, конечно, тоже тяжелее. И времени для этого необходимо больше. Спасибо, Надежда. Мы продолжим наш разговор уже совсем скоро. Пока же не переключайтесь, вас ждёт наша рубрика. Жизнь с подростками может быть чрезвычайно сложной. Ещё вчера ваш милый ребёнок тянулся к вам, всё рассказывал, охотно проводил с вами время. А сегодня он замыкается в себе, отвергает ваше общение, критикует ваши вкусы и на все просьбы угрюмое нет. Часто родители подростка расценивают такое поведение, как разрыв связи. От этого они чувствуют растерянность и тревогу. Спешу успокоить. Происходит не разрыв связи, а переход связи на новый уровень. У подросткового периода, который длится с 12 до 18 лет, есть свои конкретные задачи развития. Какие это задачи? Первая задача – понять себя, ответить на вопросы, кто я, какой я, куда я иду, зачем я живу. Вторая задача – отделиться от родителей. Чтобы стать взрослым, нужна самостоятельность, автономия от родительских фигур. Поэтому подросток бунтует, не слушается, появляется желание быть подальше от родителей. Третья задача – открыть мир других людей. Чтобы понять законы общения, взаимодействия между людьми, поэтому на первый план выходит общение со сверстниками. Интересие не то, что говорят родители, а друзья. Как родителям вести себя, чтобы подросток мог справиться с этими задачами? Важно запомнить, с подростками не работают прямой контроль, инструкции и требования того же уровня близости, что был ранее. Контроль не работает, потому что подростку важно отстоять свое право на принятие решений, на выбор друзей, на проведение досуга. Задача родителей – находиться рядом, держать руку на пульсе событий, но не вмешиваться. Только так подросток научится выбирать осознанно, учитывать последствия и видеть возможности выбора. Инструкции не действуют, любую директивность подросток воспримет в штыки. Не специально, а потому что таковы особенности возраста. Ему важно действовать так, как он хочет. Если здоровью, жизни и безопасности вашего подростка ничего не угрожает, позвольте ему поступать так, как он хочет. Подростки умеют слушать и делать, что просят взрослые, когда к ним обращаются спокойно. Не с позиции сверху и не совсем на равных, а с уважительной дистанцией. Не требуйте и не ждите того же уровня близости, что был раньше. Реплики «Расскажи мне всё про себя» и «Отвоя мать» не работают. Подростку важнее, чтобы его слушали и понимали друзья. Он отдаляется, чтобы обрести автономность. Это естественный процесс. Дорогие родители подростков, помните, что хуже кризиса только его отсутствие. Ваш подросток проходит стадию взросления. Очень важно, чтобы этот процесс проходил в своё время, а не позже. Если у вашего подростка есть трудности, вы можете обратиться к Центру специалиста практической психологии. Если вы чувствуете, что не справляетесь с кризисом взросления вашего ребёнка, вы можете обратиться к нам. Психологи Центра готовы оказать помощь родителям и подросткам. Новое утро в эфире. Мы продолжаем наш разговор с Надеждой клиническим психологом наркологического диспансера. Говорим сегодня о созависимости. Вообще, что это такое? Разберём термин. Созависимость – это такая болезненная поглощённость другим человеком. Его чувствами, его мыслями, его поведением, в конце концов, его болезнью. То есть созависимый человек, он как бы снимает ответственность за свою жизнь, но при этом берёт ответственность за другого человека, за своего зависимого человека. Вот я думаю, у каждого из нас есть такая знакомая или такая знакомая семья, где, ну, к примеру, муж алкоголик. И его жена, которая содержит семью, работает, иногда бывает на нескольких работах, чтобы содержать материально, которая решает его проблемы, которая возит его лечиться, по бабкам, кодирует, это не получается, он всё равно срывается, но она всё равно продолжает. Причём он очень часто издевается над ней, как морально, так и физически, но она продолжает находиться рядом с ним. При этом она может говорить, вот я так устала, мне так надоело, сколько можно? Когда у неё, когда её спрашиваешь, почему вы это терпите, она говорит, ну, как он без меня? Ну, как быть всё-таки, да? С одной стороны, любовь, уже привязанность, уже, там, не знаю, дети, быть совместным, с другой стороны, ну, вот, выбирать себя нужно, да? И вот как быть? Как правильнее поступить? Как правильнее? Наверное, правильнее отталкиваться от того, что это болезнь, а болезнь нужно лечить. Болезнь есть у зависимого, но если мы говорим про семейную систему, и мой зависимый был болен, и наша система семьи изменилась, значит, я тоже изменилась, моё поведение изменилось, и моё отношение к моему зависимому тоже должно измениться. Вот парадокс. Созависимый делает всё, цель его жизни, чтобы его зависимый не употреблял психоактивные вещества. Но всё, что он не делает, не приводит к этому результату. А зависимый всё равно продолжает употреблять. Потому что, с одной стороны, на уровне сознания созависимый не хочет, чтобы он употреблял. Но на уровне подсознания делает всё, чтобы сохранить это употребление. Потому что это такие патологические отношения, когда меняется взаимодействие в семье. То есть, условно, жена как-то подсознательно всё равно стимулирует этот процесс, чтобы её муж употреблял дальше наркотики. Да, но на уровне сознания она никогда этого не поймёт и не воспринимает. Как это будет проявляться? Ну, опять-таки, зависимость – это болезнь нарушенных границ. И чтобы человеку созависимому научиться жить в трезвости, он должен научиться восстанавливать свои границы. У созависимого тоже границы нарушены. И когда созависимый, трезвейший созависимый приходит домой, созависимый продолжает отношения на том уровне, который был, постоянно влезая в жизнь зависимого, постоянно, так скажем, беря за него ответственность, не давая ему проявлять себя и проявлять свою ответственность. И в какой-то момент это опять приводит к срыву. То есть вообще, конечно, непонятно, как поступить, вот если ставить себя на место этой женщины, например, у которой муж зависимый. И так поступить вроде бы плохо, и по-другому тоже. Всё-таки правильно всего обратиться к специалисту. Конечно, потому что специалист поможет человеку осознать, что с ним происходит. Поможет выровнять отношения не на уровне созависимости и зависимости, а на уровне всё-таки партнёрства. А вот кто больше склонен к созависимости? То есть это какие-то определённые люди, может быть, какие-то хрупкие по характеру, по темпераменту? Созависимость – это такое социально-психологическое явление. С одной стороны, всё наше общество подвигает нас к созависимости. Вот опять-таки, да, если мы говорим, идеальная жена какая, которая всё делает во благо семьи, которая жертвует собой. Но вот эта жертвенность, она опять-таки, это часть созависимости. Потому что, да, в семье мы все вместе, но при этом каждый из нас индивидуальность, и каждый знает, где какие границы есть, куда заходить не стоит. В семье есть уважение, а это опять-таки про границы. Я уважаю тебя, я не буду рыться в твоём телефоне, я не буду обыскивать твои карманы, я не буду навязывать тебе своё мнение, мы будем решать это сообща. То есть у нас в целом, да, в обществе такая нездоровая модель жены? Да, но это не значит, что если такая модель, то я остану созависима. Созависимость может сформироваться, когда в семье есть зависимый человек, больной наркоманией или алкоголизмом. Если в вашей семье родители были зависимыми людьми, то есть один или оба родителя были зависимыми, то вы уже растёте в дисфункциональной семье, и это тоже способствует вашей созависимости. Вообще, вот если ты признал, что ты стал созависимым, каким это последствиям может привести к самым худшим? Ну, к самым худшим человек живёт не своей жизнью, причём не самой лучшей жизнью. Человек находится в постоянной депрессии, в постоянных эмоциональных, негативных переживаниях. Ну вот, опять-таки, представьте, маму того же наркомана. Она каждый раз ждёт своего ребёнка, в каком состоянии он придёт, какие проблемы следующие буду я решать. У кого-то праздник, а она сидит и ждёт, что будет дальше. Ну вот опять же, у меня делится уже от своего сына, да, ты не можешь не жить его проблемами, с одной стороны. Вот как бы всё спереть на специалистов, вот они разберутся, я его отдам врачам, и сама буду жить свою жизнь. Выстраивать отношения на другом уровне. Потому что когда ваш зависимый будет лечиться, он будет лечиться от зависимости. Это его ответственность стать трезвым человеком. ваша ответственность быть таким же здоровым человеком и создавать здоровые отношения. Но вы не сможете вылечиться за него. То есть это как? Надо вот прямо сесть, взять себя в руки, как-то написать, вот я должна вот это делать. Лечение должно быть параллельным. Зависимый лечит свою зависимость, созависимый лечит свою созависимость. То есть тоже у специалиста? Тоже у специалиста. Ну, главное, да, проблема это непризнание этой проблемы. То есть всё-таки, если ты осознал, да, что ты созависимый, тебе просто нужно обратиться тоже к специалисту, чтобы дальше тебе будет... Ну, очень часто, когда есть в семье зависимый, то, конечно, у кого проблема. Но он употребляет, это у него проблема. Но проблема не у него, проблема у нас. В нашей семье отношения изменились. И, значит, если у него зависимость, то мне тоже нужно что-то в себе поменять, чтобы не вернуться к тем отношениям, которые у нас были. И это возможно, да, это долгая терапия, но после этой терапии изменения происходят колоссальные. Это ещё не всё. Вернёмся к вам сразу после следующей рубрики «Не приключайтесь». Это «Правовая среда» и я, Мария Маганова. Сегодня продолжим тему наследования. Поговорим о том, как вступить в наследственные права. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принять наследство можно двумя способами. Первый – подать заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства, о праве на наследство нотариусу по месту последнего жительства наследодателя. Второй – совершить действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, в том числе вступить во владение и управление имуществом, принять меры по его сохранению, защите от посягательств и притязаний третьих лиц, произвести за свой счет расходы на содержание имущества, оплатить за свой счет долги наследодателя, либо получить причитающиеся наследодателю денежные средства. Наследство должно быть принято в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Если срок пропущен, то его придется восстановить в судебном порядке, обосновывая уважительность причин пропуска. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других наследников. Важный момент. Отказ от части причитающегося наследнику имущества не допускается, равно как и отказ от наследства с оговоркой или под условием. Так нельзя отказаться от долгов и принять только имущество наследодателя. Неважно, каким способом было принято наследство, но и в течение 6 месяцев по заявлению наследника нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Вместе с заявлением также требуется предоставить документы, подтверждающие право на наследство и факт принятия наследства, если не обращались к нотариусу в течение 6 месяцев с заявлением о принятии наследства. Это могут быть квитанции об оплате налогов, коммунальных платежей, договоры на ремонт. Если документально-фактическое принятие наследства не может быть подтверждено, то необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. За выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо будет оплатить госпошлину. Свидетельство о праве на наследство является основанием для регистрации права собственности наследника на наследуемое имущество. Совет. По возможности лучше принять наследство, обратившись с заявлением к нотариусу. Это исключает спорные моменты, которые неминуемо возникают при фактическом принятии наследства. Мы продолжаем. Говорим сегодня о том, как бороться с созависимостью. Итак, давайте подытожим, наверное, весь наш диалог. Что делать, конкретные шаги, если ты осознал, что да, я созависим. Во-первых, нужно фокус с вашего зависимого перенести на себя. Созависимый очень часто потребности свои, не замечая, удовлетворяет потребности своего зависимого. И вот здесь вот очень важно переключиться на себя, начать удовлетворять свои потребности, начать ощущать и понимать свои чувства, свои желания. Конечно, необходимо обратиться к специалисту, который поможет вам с пониманием тем, что с вами происходит. Очень важно обращаться за помощью. И эта помощь не обязательно может быть в наркологическом диспансере. Ведь есть группы для созависимых людей, где они вместе, сообща, делятся своими переживаниями, делятся своими мыслями, делятся своими проблемами. Также, если сам зависимый не хочет лечиться, отказывается от лечения, не нужно его заставлять, не нужно его уговаривать, не нужно, как сказать, надоедать ему с этим, ты должен лечиться. Нужно выстраивать с ним совершенно другие отношения, которые вам поможет выстроить специалист. Нужно уметь отстоять свои границы, сказать, где нужно говорить нет. Потому что созависимый должен понимать, я не вылечусь вместо своего ребенка или своего мужа, но я могу сделать так, чтобы он сам захотел лечиться. Все-таки лучший способ помочь зависимому человеку, это самому не стать созависимым. Да. И начинать всегда с себя. Потому что, если происходят изменения в одной части системы, это все, это неизбежно приведет к изменениям в другой ее части. И если созависимый поймет, что с ним происходит, и начнет с этим работать, то, конечно, это неизбежно приведет к тому, что его зависимым придется обратиться за помощью. Надежда, спасибо большое. Я думаю, всем было полезно узнать эту информацию, чтобы вовремя среагировать на проблему. Может, вы хотите как-то обратиться к нашим телезрителям? Ну, я хочу пожелать всем здоровья. Здоровья не только физического, но и психического. Здоровых отношений в семье со своими близкими, с мужьями, с женами, с детьми. Ведь очень многие проблемы у нас идут именно с детства. Я напоминаю, что это была Надежда, клинический психолог, наркологического диспансера. Меня зовут Валерия Роднаева. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.